Все типы заданий, которые мы сегодня будем рассматривать, это задания с картинками, то бишь какая-то есть картинка фоновая и на нее мы что-то перетаскиваем. Я сейчас вам покажу задания, которые я сегодня подготовила. В этот раз у меня задания в виде самостоятельной работы, поэтому они не смотрятся как тест, я должна их все отдельно открывать. Это то, что вам показывала Хелия, то есть я перетаскиваю какие-то объекты на любое место фоновой картинки, видите, абсолютно на любое, ему все равно, куда я ставлю, но если я ставлю свою картинку на другую уже перетащенную картинку, она ее вот немножечко двигает. В данном случае маленьким детям предлагалось перетащить объекты справа и слева от дороги, здесь было написано, кто где должен находиться, и они перетаскивали их. Так, второе, второе задание это перетаскивание текстов на фигурки. Посмотрите, что будет, если я ежиков перетащу вот куда-нибудь на небо, да, ежик не удержится здесь, но если я ежиков перетащу, например, на ежиков или на ульи, или на пчелок, да, то это слово, вот оно как притягивается в центр группы. У меня на самом деле сзади, внутри задания нарисованы фигуры, и на эти фигуры картинка или текст притягивается. Вы знаете, мне очень сильно кого-то слышно, я бы попросила всех выключить микрофоны. Сейчас, не вижу кто. Так, выключили, выключили. Хорошо. Вот, то есть разница, на самом деле, между тем, что я вам показала с дорожкой и вот с этой картинкой только в том, что у нас есть фоновая картинка, перетаскивать мы можем и слова, тексты, картинки, но в первом случае мы перетаскиваем куда угодно, а во втором случае я должна перетаскивать в определенные места. Я могу показать эти места ребенка, могу не показывать, в данном случае мне ничего не показывают. Так, следующее тип заданий это называется по-эстонскими арками напильтель, это значит отметь точку на картинке. Я могу мышкой, посмотрите сейчас на цветочек, кстати, на разуме виден мой курсор, я так думаю. Вот, посмотрите на цветочек, видите, появилась точечка, да, если я хочу еще одну точечку поставить, он мне выкидывает предупреждение, что что-то у меня не так. Вот, хочу точечку снять, я должна еще раз на нее нажать или вот внизу из-за кнопочки обнулить свой ответ. В данном случае предложено найти цветочек, вот я ставлю точечку, и он понимает, что это цветочек. Так, и последний тип задания это рисование. В данном случае мне предложено показать, где грибочек. Вот я мышкой могу обвести этот грибочек и показать его. У рисования целая куча настроек, можно рисовать линии, можно рисовать математические лучи. И если вместо фоновой картинки поставить сетку графика, можно рисовать графики, ломанные линии, все что угодно. Там действительно много настройок, вплоть до того, что можно дать возможность ребенку выбирать какой-то текст, еще какие-то вещи. Не текст, извините, цвет линии. Вот, это то, чему мы сегодня научимся. К счастью, все эти типы задания работают по одному и тому же принципу. Мне вот интересно, запись идет у нас, да? Кто-нибудь? Да, запись идет. Хорошо. Я сейчас возвращаюсь к самому первому заданию, которое я вам показывала. Здесь у меня есть списочек того, что мы с вами сегодня будем изучать. И начнем первым делом мы с типа заданий, которое называется перетаскивание картинок. Это как раз вот тот вариант, где у нас была дорожка. Нажимаю на Юлиасанда Сису. Дальше выбираю в столбике, во втором столбике. Самый первый блок – это пильтида лохистамина. Кто-то у меня опять включил микрофон. Кто-то… Сейчас я выключу, секундочку. Пильтида лохистамина. Значит, что мы здесь видим? В принципе, мы здесь ничего не видим, потому что у нас нет фоновой картинки. Без фоновой картинки он не даст нам двигаться дальше. Так, техническая инструкция уже за нас выбрана. И вы видите, что тут нет возможности сильно много выбирать. И буду я делать точно такое же задание, как было у меня в самом начале. Где-то у меня были картинки. Возьмем картинку с дорожкой. Я выбрала картинку на компьютере. Да, вот такая картинка с дорожкой. Здесь стоит отметить, что вот у нас есть ширина и высота картинки. Если я хочу изменить размеры картинки, например, сделать ее больше, я убираю один из параметров. И в данном случае я в ширине поставлю не 600, а 700. И после сохранения картинка изменяет размер. Например, нужно учитывать, что если я уже нанесла зоны в матрицу оценивания, то при изменении размера картинки зоны остаются там же, где и до. То есть они не скалируются вместе с картинкой. Поэтому зоны вы должны наносить на картинку только тогда, когда уже вы убедились, что это тот самый размер. Я напишу инструкцию, например, «Помести объекты». «Помести объекты». Ну и сделаем справа от дороги. Точка. Теперь у нас есть картинка фоновая. И мы можем рисовать. Сейчас я сохраню. Так, не можем рисовать, потому что правильно. Нам нужно загрузить то, что мы будем перетаскивать. Например, я возьму сейчас березку, камешек и цветочек. Ну и хватит нам. Сохранила. Видите, как быстро все происходит. То есть даже сообразить не успешно. Сохранила свои вот эти картинки. Вот они. Один, второй и цветочек. Размер картинок можно изменить, насколько я помню. Если мне не подходит, не подходит. Он тут, например, слишком большой. И тогда что мы делаем? Для каждой картинки, вот здесь немножко сложный момент. Здесь много параметров, но, к счастью, они для всех вот этих типов заданий абсолютно одинаковые. Что у нас есть? Самая первая настройка — это яр-рекорд. Это порядок, в котором ребенок увидит картинку рядом с фоном. Я сейчас открою в соседней вкладке то, что видит ребенок, и мы будем с вами постоянно туда смотреть. Вот что видит ребенок, да? Вот моя картинка, вот мой камешек, то, что я таскаю. Теперь нам нужно как-то сделать, чтобы все это выглядело разумно. Так вот, работаем для начала с березкой. Размер березки у нас ого-го какой, явно мы хотим ее поменьше. Но в данном случае здесь, на предпросмотре, она маленькая. Потому что если мы будем делать все картинки размера натурального, иногда эта страницу ее может так растянуть, что это будет абсолютно неудобно для работы. Вот здесь у вас для ссылки в самом низу под картинкой есть ее размер — 150 на 234 пикселя. Ну, это много. Вот. Что мы можем сделать? Сейчас я посмотрю, где можно было... А, вот ширина и высота картинки нашей березки. Давайте ее уменьшим до 100 пикселей. Изменяю я только один параметр, убираю высоту. Высота появится сама. Ну и какие здесь есть параметры еще? Это номер, под которым ребенок увидит. Переключаю на соседнюю вкладку, да? Что ребенок у нас видит. Вот она березка, она самая первая. Я еще не сохраняла, поэтому размер не изменился. Дальше. Сколько раз я могу использовать березку? Я сейчас включу здесь два раза. Нет, не здесь два. Вот здесь два. У меня будет две березки. И я смогу где-то выбрать, они появляются рядышком или они как бы лежат одна на другой. Это мы попозже посмотрим. И здесь вот это в случае графических картинок матрица оценивания. Она подписана Hindemys Matrix. Тут промазать сложно. Вастус и Hindemys, и Hindemys Matrix. Это как раз оно. Мне нужно показать системе, куда, если ребенок перетащит эту картинку, то вот ему нужно будет дать пункт. Вот этот ряд, координаты, это как раз та часть экрана, где я буду сейчас объяснять Эйсу, какое правильное место мы отмечаем для этой березки. Я нажимаю сюда курсором, и ряд становится оранжевым. Листаю вверх, выбираю, куда мы перетаскивали? Справа. Справа от дороги объекта. Это, соответственно, вот на эту сторону, где солнышко. Если я выберу прямоугольник, то области в матрице, они будут прямоугольные. У меня тут нет выбора никакого. Я рисую только прямоугольники. Рисовать технически несложно. Вы нажимаете мышкой, отпускаете клавишу, тянете, нажимаете еще раз. Если вы будете нажимать мышкой, держать клавишу и тянуть, получится вот такая вещь. Ничего страшного, но просто область у вас не нарисуется, вы будете дергать картинку. Отпустите мышку, нажмите еще раз, область готова. Кружочек, кружочек мне тоже не подходит, потому что у меня область такая кривая вся. Ну, я возьму полигон. С полигоном такая вещь. Вы первый раз делаете клик, и он вам дает как бы линию. На самом деле она не совсем линия. Сейчас я покажу. Клик в следующей точке для обведения полигона. Смотрите, да, в каждой точке, которую я считаю, нахожу на границе моего полигона, полигон, это, соответственно, многоугольник, я делаю клик. И заканчиваю я его, видите, у меня тут еще болтается кусочек границы, в той же точке, в которой начинаю. Вот я отметила вот эту область. Если ребенок справа от дороги перетащит в любое место, система посчитает это правильно. Так? Отметила. Пункты я не ставлю, потому что это один. Ну и здесь я могу написать объяснение, что это справа. Потому что в некоторых ситуациях у меня, например, может быть несколько координат в матрице. Ну, по какой-то причине, отметь, там, не знаю, перетащи что-нибудь на все горы на карте или там на все моря на карте. Их там может быть немерено, эти горы и морей. Вот. Я могу подписать для себя, чтобы не запутаться, что же это координаты эти значат. Вот. Ну, наше задание абсолютно прекрасное, потому что у нас все объекты идут вот в эту фигуру, да. У нас все объекты идут справа от дороги. Соответственно, я могу взять вот эти координаты. Я сейчас нажала курсором на ячейку с координатами, сделать Ctrl-A, Ctrl-C, я их скопировала. И дальше я двигаюсь в следующую матрицу, камешек, я тащу туда же. Нажимаю Ctrl-V, он мне ставит эти же координаты. Но тут я уже не буду сейчас объяснение писать. Ширина камешка у меня 150. Это, ну, очень много. Сделаем ее 50. Это будет маленький камешек. Удалила высоту, не забыла. Вот. Дальше, опять же, он сам все сделает. Еще у меня есть цветочек. Те же координаты, Ctrl-V. И за цветочек, 150 у него, опять же, ширина. Цветочек тоже сделаем поменьше, 50 пикселей. Сейчас вы... А, ну вот он сам уже высоту изменил. И я все это дело сохраняю теперь. То бишь, по идее, по легенде, я должна получить сейчас буду пункты, 3 штуки. Потому что по умолчанию я мне проставила за каждый ответ один пункт. Должна буду получить эти пункты, если я все перетащу направо. Иду, обновляю, что у меня ребенок видит. Ну вот. Все стало гораздо приличнее. Видите, березки две. Даже 4 пункта я получу, потому что березки у меня две. Вот цветочек и камешек. Все перетащила, сохранила. А нет, 3 пункта перетащила. Вторая березка не понравилась ему. Почему там? Смотрите, почему. Так, еще раз. А теперь смотрите. Я могу березку перетащить куда угодно. И цветочек, да, и камешек. Вот так вот. И он показал мне, что тут березка. Что-то с березкой, что-то у него не в порядке. Я потом посмотрю, почему он так березку оценивает. Может быть, нужно было на самом деле здесь отметить, что два раза нужно перетаскивать. Два попадания. Ну, ладно. Не суть важна сейчас. В общем, еще раз, да. Этот тип задания не ограничивает ребенка в том, куда он должен что таскать. Куда хочет, туда и таскать. Вот так вот. Вот. И никаких притягиваний, картинок, никаким центром здесь нет. Вот. Возьмем теперь следующий тип задания. То же самое можно сделать с текстами. Просто покажу очень быстро. Тот же тип задания называется «Текстедлохистамина». Точно такой же. Но вместо картинки у нас тексты. Ну, например, возьмем вот эту картинку. И с текстами. И с текстами. С текстами тут нужно быть немножко осторожней. Вот здесь назовем, например, корзина. Я сейчас не буду заполнять никакие инструкции, ничего. Корзина. Сохранила. И ушла в корзину. В корзину. Вот сюда. Вот. Вот я могу на любое место картинки вот эту вот корзину перетащить. Куда угодно. Вот. Сейчас я уберу, чтобы он мне не мешал. Но тексты мы с вами рассмотрим, например, на примере другого типа задания, которое называется «Перетаскивание текстов на фигуры». То есть, если мы в первом типе рисовали области и... Так, вот он. Рисовали с вами области и картинка, которую тащит ребенок, не была к этой области привязана, то смотрите, что мы делаем теперь. Я точно так же выбираю фоновую картинку. Она у меня большая, мне такая не нужна. Фоновую картинку я делаю размером 600 пикселей на что-нибудь. Сохраняю ее. Не подписываю никакие инструкции, чтобы время не терять. Теперь сюда пишу тексты. Допустим, пчелки. Все то же самое. Мы все ответы выбираем как... Выбираем как... В самых первых типах лиса и добавляем. Кто у нас там был? Пчелки, ульи, птички, да? Птички мне подсказывают. И что-то еще было. Ежики. Вот здесь, смотрите, сразу появляется пояснение. И сейчас я вам покажу, где пояснение можно использовать. А, ну вот в этих заданиях везде у нас есть две важные функции. Где находятся перетаскиваемые картинки, да? С березкой мы с вами наблюдали, что они находились у нас справа. А давайте мы здесь поставим, что эти картинки будут сверху. И второй момент — порядок фигур, которые мы перетаскиваем, будь то картинки или тексты. Мы хотим, чтобы он все время сохранялся или при каждом открытии задания он был случайный. По умолчанию он сохраняется, а можно сделать его случайным. Вот я сейчас здесь поставлю случайным. Сохраняю. Теперь я должна на этой картинке тоже нарисовать области. Все то же самое добавляю. Но видите, здесь у нас области выделены в отдельный столбик пир-конно. В прошлом типе мы область рисовали в зависимости от картинки. Здесь немножко по-другому. Так, добавляю, выбираю полигон. Почему выбираю полигон? Потому что я хочу красиво эти области так вот очертить. Что ж, если у нас ульи, то это ульи. В плане очерчивания областей не нужно лениться, потому что, конечно, кружочком или прямоугольничком все это сделать гораздо проще, но тогда вероятность немножко неправильного оценивания может быть. Поэтому лучше не лениться и очерчивать их. Если уж нужен полигон, значит очерчивать полигоном. Так, в принципе, ничего сложного, просто занимает чуть больше времени, чем рисование того же квадратика. Хорошо, здесь мы нарисовали все. Я сделаю такую вещь. Я покажу две области, а две не покажу, просто чтобы вы видели, в чем разница. Вот галочку поставила, что две области у меня невидимые и две области у меня видимые. Подпишу. А вот я теперь не помню, какие я области, в каком порядке рисовала. Вот для таких, как я, у нас сделана лупа. Видите? То есть я нажала на лупу возле первой области, и он мне показывает, что первая область – это у меня ульи. Насколько я… А, вот можно, да? Вторая область у меня была ёжики. Третья была пчёлки. И последняя, я так подозреваю, что, наверное, это были птички. Так, птички. Подписала пояснение, а сейчас увидите, зачем они нужны. Сохранила. Вот классический пример того, что задание большое. У нас наверху картинка, дальше описание областей, дальше описание перетаскиваемых элементов. Тут, напомню, есть киров текст. Да, если я сейчас поставлю галку и сохраню, у меня будет куча возможностей оформить эти тексты каким-то вот там цветом, ещё что-то. Нам это понадобится, мы это используем ещё попозже. Вот здесь можно поставить, сколько пчёлок и птичек у меня будет появляться ребёнку. Я могу также поставить настройку, что он их будет показывать отдельно или все вместе. То есть, вот как мы таскали берёзку, там было две берёзки, одна под другой. А здесь я могу им показать их не только одна под другой, но ещё и рядышком, чтобы у меня была пчёлка, пчёлка, пчёлка. Вот. Ну что ж, теперь внизу у нас после сохранения, как только мы нарисовали области и тексты, у нас появилась матрица, да, для каждого ответа, и вот эта пчёлка, это вот эта пчёлка, да, это не область, это именно ответ. Мы можем выбрать, куда же ребёнок её должен перетаскивать. А вот теперь смотрите, зачем нужны пояснения. Кроме того, что у них очень важное статистическое значение для человека, который работает с таким длинным заданием, если пояснений нету, то каждый раз в виде АВЦД я должна крутить наверх и смотреть, что же это за АВЦД. В данном случае я молодец, я всё подписала, и у меня пчёлки я таскаю на пчёлок, улья, вот здесь я вижу, что этот валик это у меня улья, я таскаю на улья, птичек на птичек и ёжиков на ёжиков. Сохранила. Сохранила, ну, теперь, по идее, оно у меня должно работать. Пойдём посмотрим в роли ребёнка, что же у нас получается. Вот, пожалуйста, эти две области у нас видны. Пчёлки и птички у нас видны, а ульи и ёжики не видны. Вот теперь я начинаю перетаскивать. Беру птичек и перетащу их вот сюда. Мы-то с вами знаем, где области нарисованы. Видите, хочу птичек перетащить вот сюда, там, где нет области, он не перетаскивается. Если я птичек перетаскиваю внутрь области, смотрите, что происходит. Если область видна, то она меняет цвет, и у нас плохое оформление абсолютно, потому что слово птички, оно без фона, оно абсолютно теряется. Вот я ульи, давайте. А, смотрите, я сделала что-то неправильное, мне система сразу мне об этом даёт знать. У меня в задании отмечено, что можно сделать только один выбор. Я должна вернуться сейчас в задание. Вот в этом месте максимальный валик удар, максимальное количество ответов, которые можно дать, нужно поставить четыре. То есть, если, в принципе, тут такая есть неплохая защита от дурака, если что-то сделал неправильно, обычная система в достаточно интеллигентном виде подсказывает, что же именно не так. Ну, ещё раз попробуем. Птички. Поехали. Пчёлки. Здесь. Ульи. Птички. 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 Вот моя опция. Опять же, вот момент. Панель инструментов теряется, как только я кручу страницу вниз. Я вообще человек беспокойный, постоянно все страницы кручу. Я предпочитаю закрепить и, смотрите, видите, вот она остается у меня наверху. В данном случае все, что я хочу сделать, это добавить цвет. Секундочку. Добавить цвет. Ну, давайте сделаем какой он тут голубенький. Выделяю, на панели инструментов выбираю цвет. И в каждом выборе, медленно и печально, вот вам, может быть, не видно, а я вижу, что у меня появился голубенький цвет фона. Но это не важно, что здесь не видно. Теперь я все дело сохранила и пошла, посмотрела, что у меня видит ребенок. А ребенок у меня видит вот что. Видите? Как только я добавила цвет фона, то уже это все смотрится несколько получше. Но тут по-хорошему, конечно, если делать профессионально, надо будет еще с рамочкой поиграть, еще с чем-то. Но, в общем-то, каких-то минимальных задач это нужно. Вернее, этого хватает. Но из таких оформительных элементов, вот я бы советую, например, на этой картинке, если вы посмотрите, внизу есть полоска серая. Вот таких вещей по-хорошему быть не должно. Ее нужно делать чуть поменьше, полосочку убрать, чтобы она была безрамная. Потому что эта картинка подразумевается как безрамная. Смотрите момент еще. Если я тащу березку, у березки сзади вырезан фон. То есть эта картинка заранее подготовлена к использованию на цветном фоне. Вот в данном случае это картинка с дорожкой, с домиком. У березки убран фон. Потому что если бы это была вырезана березка на белом фоне квадратная, то это бы смотрелось убого. Вот. А когда мы перетаскиваем тексты, то фон он у текста убирает сам. И фон мы как раз должны ручками добавлять. Так. А, что еще было? Что еще было? Мы посмотрели, да, что наши пчелки находились сверху картинки. В общем-то, да. Видим фигуры. Не видны фигуры. Эти все вещи есть. Я вот не уверена, можно ли в первом случае показать фигуру. Сейчас мы проверим. По-моему, невозможно это было сделать. Они всегда не видны. Да. Видите, в матрице не отмечено, что я могу проявить эту область. Но это и правильно, потому что мы вот это пильтида лохистамина просто, или текст пильтида лохистамина, используем в тех случаях, когда мы не хотим ребенку давать подсказку, куда именно он должен тащить. А вот второй тип, где или пильтида лохистамина куюн дитали, или текстыда лохистамина куюн дитали, мы подразумеваем, что да, ребенок в любом случае получает подсказку, невадочно видит он область или нет, потому что он не может перетащить на любое место. Он может перетащить только на отмеченное место. Вот. Это что касается этих типов. Дальше мы с вами посмотрим очень быстро еще такую вещь, как связывание областей на картинке. Так, где она у меня? Все устали на пильдель. Очень быстро, тоже без всяких... Возьмем цветочек. Возьмем цветочек. Ну, и здесь я буду ленивой. Я цветочку нарисую... Не хочу. Нарисую такие круглые области на лепесточках, да? Забыла включить новую область. Все линии технические. Линии у нас в системе синего цвета, поэтому на моем синем цветочке кружочки практически не видны. Вот. Эти кружочки будут видны ребенку. Мы их можем тоже сделать незаметными, но смысла в этом нету, потому что если он не видит в своей области, неправильно нарисовала, то он не сможет их связывать. Видите, я периодически тоже хватаю за картинку и тащу ее мышью. И у меня как раз получается такая ерунда. Опять забыла переключить. Получается такая ерунда, что... Ну, рисуйся, не хочет. Получается такая ерунда, что тащится вся картинка, и система немножечко нервничает от этого. Так, сколько у меня областей, я не могу понять. Шесть штук должно быть. У меня их семь. Поищем где. Нет, шесть у меня. Все правильно. Шесть. Все посмотрела. Все есть. Хорошо. Сохранила. Ну, предложим ребенку, например, лепесточки соединить между собой. В этом задании можно соединять все области со всеми. То есть, например, если мы здесь хотим, чтобы он соединил противоположные лепесточки, то это, например, область А и какая-нибудь область Д. Вот. Как это будет выглядеть? Вот А и Д. Я выбираю здесь пару областей, которые будут правильными. Сохраняю их. Опять же, максимальное количество ответов давайте сделаем. Раз, два, три. Три пары противоположных лепесточков у меня есть. Иду решать. И вот нажимаю внутри области и, не отпуская клавишу, тяну линию. Линия светло-серая, вам ее, может быть, не видно. Но я думаю, что вот эти линии, которые сейчас на цветочке образовались, я нарисовала три штучки, их как раз видно. Вот такая вещь есть здесь. Я советую методически очень следить, что если вы хотите такие пары на картинке составлять, то они должны быть одинаковы. В данном случае у нас шесть лепестков. Чтобы он ни с чем не соединил, мы не выбираем там соединить дом и машину одного цвета, еще что-то, да, они должны быть одинаковые. Потому что он может соединить, и сейчас вот обналю, он может и вот так соединить. Видите? Он может и вот так соединить. То есть если я скажу, например, соедини, у меня три домика на картинке, и три машины, соедини домик и машина одинакового цвета, то беда будет в том, что он и домик с домиком может соединить между собой. Абсолютно все эти области равнозначны. Так, двигаемся дальше. Что у нас осталось? Рисование. С рисованием все просто. Я беру блок рисования. Покажу еще раз, что я тороплюсь. Это у нас в первом столбике, четвертый блок, ионистами на рисование. Здесь целая куча настроек. На самом деле, я им сто лет не пользовалась, поэтому я не очень уверена, что они тут все работают сейчас или не все, насколько он проверенный тип. Подгрузила опять фоновую картинку, но это основное, чем мы занимаемся. Давайте разрешим нам свободную руку, но нарисуем луч, нарисуем там линию, ломаную линию. Эти полигоны, эллипс, кружочек и респюлек, это респюлек-прямоугольник, это я вам уже показывала. По тому же принципу, что области рисуются. Но если я беру свободную линию, мышкой нажала, точку сделала, повела мышку с отпущенным колесиком, еще раз нажала, получился у меня кружочек. Луч нажала, отпустила, нажала. Линия нажала, отпустила, нажала. И ломаная линия я нажала, нажала в следующей точке, в следующей точке, в следующей точке, в следующей точке. И чтобы закончить ломаную линию, должна нажать два раза. А теперь смотрите, поскольку я тут навыбирала кучу всего, обратите внимание на мою техническую инструкцию, написано, что появится линия, в конечной точке сделала двойной щелчок мышкой, то есть вот здесь вот инструкция по умолчанию, она не соответствует, например, тому же рисованию свободной рукой, я должна нажать, обвести, нажать еще раз. Вот в таком случае эта техническая инструкция, чтобы не было только свободная рука, ее нужно было бы сейчас немножечко изменить. Так, с рисованием более-менее понятно, там нужно поиграть с разными-разными настройками, как его можно использовать. И еще один тип сейчас покажу, это отметить точку на картинке, это как раз то, что было у нас, найти цветочек на дереве. Загрузим дерево, сделаем его поменьше. Здесь тоже есть параметр, максимальное количество точек, которые может сделать ребенок. Вот сейчас мы поставим, оставим одну по умолчанию. Здесь просто все, у меня есть картинка, и я сразу в матрице рисую линию, не линию, а область, которую я разрешаю эту точку ставить. На самом деле, я взяла полигон, точку он может ставить в любое место, но правильный будет зачтен у нас только цветочек. Сохранила. Вот здесь я, например, могу пояснить, что это цветочек у меня. Если я хочу иметь представление о том, как ребенок вообще что-то делает, что он там отмечает, я могу и яблочко обвести, и листики обвести, и подписать их все, что это цветочек, яблочко, листики, вот здесь себе подписать, тогда, когда он ответ удаст, у меня, может, как-то будет в статистике лучше обзор. Но мне сейчас лень это делать, поэтому ничего подписывать не буду. Вот у меня цветочки, я все заполнила, иду туда, где ученик смотрит. Ученик может вот точку поставить, посмотрите, я поставила точку на зеленом дереве, или вот на фоне, да, рядом с деревом на белом фоне поставила точку, в любое место. Выберу цветочек, а теперь попробую еще одну точку поставить. Он меня выкинул на вот это сообщение, сообщение появляется в середине страницы, поскольку у меня задание длинное, то середина страницы, она там выше, поэтому он страницу мою кинул так. Вот, но написано, что я не могу поставить больше одного ответа, потому что одна точка у меня есть в середине, точка больше он мне не даст. Это я уже себя веду как ребенок, как решающий, да? Вот, и покажу еще тут же, на этом же примере, выбор фигуры на картинке. Выбор фигуры. Вот, он называется, конечно, фигура, то есть, естественно, тогда мы можем нарисовать там по математике квадраты, треугольники, там еще что-то, обвести их, и он должен будет выбрать все треугольники, например. Но можно использовать и более примитивно. То же самое, подгружаю фоновую картинку, рисую области. Области рисую. Выбор у меня тут небольшой. Полигон, эллипс, кружочек и квадратик. Вот, ну, нарисую. Нарисую кружочки. Квадратик нарисую. Ой, видите, когда забываю добавлять, он мне переписывает уже нарисованную область. Так. Так. И еще эллипс нарисуем. К вот этому рисованию областей нужно просто приноровиться немножечко, потому что такое своеобразное удовольствие. Сделаем из них три невидимых и две видимых, посмотрим, что получится. Матрицу заполнять не буду, по сути, тут все то же самое. Вот вариант, когда я не писала объяснений, черт ногу словит, что это у меня такое за АБЦДЕ. Я должна буду каждый раз возвращаться, во-первых, вот сюда, в таблицу с областями, нажимать на лупу и искать, что это у меня. Вот у меня вообще что такое? Какая ерунда. Это, видимо, у меня попрыгнуло на корзинку. Я думаю, что я рисовала кружочек. Кружочек я хотела. Давай. Вот. Ну, такой путь будет. Не хочет, зависит. Вообще уберем и нарисуем новый. Я надеюсь, теперь... Вот, теперь есть. Иногда, когда он себя так ведет, не дает пересохранить нормальный результат, то есть смысл вообще удалить эту опцию. Ну, вот сейчас у нас правильная опция Б, чтобы это не значило. Что такое Б? Б это у нас грибочек. Напоминаю, у нас была часть фигур видимой, часть фигур невидимой. Вот, если у нас овал эллипс видимый, я нажимаю, он меняет цвет. А если корзинка была невидимая, я на нее нажимаю, она тоже меняет цвет. Вот. Ну, такая разбыкалочка. То есть здесь можно, например, попробовать ребенка заставить, покликать на картинке, найти там чего-нибудь, скрытые какие-нибудь элементы. Вот. То есть такие вещи можно делать. В принципе, по поводу заданий с картинками, это все. Вот они у нас такие разные есть, которые сейчас доступны в открытом виде. Что еще здесь я смотрю? Что еще я здесь смотрю? В принципе, да. А, да, это очень интересный тип. Он не заявлен был, но поскольку я быстро рассказала, покажу вам. Сделаем цветик, семицветик. Выбираю фоновую картинку точно так же. Фоновую картинку. И я должна опять же нарисовать координаты. Нарисуем цветочек. Цветочек. Простите за мои кривенькие тут эти крючочки. Уж какие есть. Это очень здорово подходит для маленьких детей, да. Это, кстати, было сделано для математики, для начальной школьной ступени, там, где они рисуют по цифрам. То есть если сюда загрузить раскрашку с цифрами, где они там 3 плюс 2, там это 5, и если это 5, то покрасим вот в такой вот цвет. Это было сделано для вот этих вещей. Так, я сейчас сохраню свои области. И дальше я выбираю цвета тут же рядышком. Сколько у меня областей? 6 штук. Ну, давайте цветов я тоже 6 штук выберу разных красивых. Я не буду заполнять матрицы. Просто покажу вам, как это делается. И пойду потом покрашу цветочек. Вот у меня радость сегодня. Раскрашенный цветочек. Так, цвета выбрала. Смотрите, вот теперь он для каждой области предлагает здесь выбрать цвет. Цвета у меня не появляются, потому что я должна сохранить. Опять же, смотрите, я ленивая сейчас, не пишу пояснения. Ну, давайте напишем там область, например. Нет, что-нибудь. Напишем так. И цвет, например, тут синий напишем. Сохраню просто, чтобы было понятно, насколько удобно все-таки пояснение писать. Видите, вот он мне тут отражает, что это такое. И вот в этом выборе он мне тоже покажет все мои цвета. Я не должна буду... Вот первый раз еще я здесь могу посмотреть, что это. Но чем дальше я опускаюсь вниз, тем хуже, потому что все время нужно будет листать, чтобы посмотреть, что же это за пара у меня. Образуется. Все, пошла. И был у нас текст Эдовиарми на похожий тип задания. Вот такая вот штучка. Вот. Если поиграться хочется, то можно такие вещи делать. Вот. Давайте, может быть, есть какие-то, если сейчас вопросы, то самое время на них ответить. Вы можете... Я думаю, что вы можете включить микрофоны. Сейчас я посмотрю. Так, вот теперь вы должны... У вас должна быть возможность включить себе микрофоны. Если у кого-то есть вопросы какие-то, то спрашивайте. Я пока запись не отключаю, чтобы у нас не получилось, как вчера, когда мы еще полчаса разговаривали важные вещи, а они уже под запись не пошли. Посмотрите, можете микрофоны себе включать? Нет? Так. Так, я сейчас, по-моему, всех включила. Да, всех. Посмотрите, вы можете себя включать? Микрофон отключать или нет? Да, можно. Можете. Хорошо, тогда я сейчас всех выключу. И тогда, кто хочет спросить, включите микрофон и тогда спрашивайте. Нет вопросов? У меня вопрос. Можно? Да, по одному давайте, да. А так, кто сейчас? Татьяна, можно? Можно. Вопрос такой. Если задание уже готово, вот я как должна его закончить и детям назначить? Все, я сделала задание. А, отличный вопрос, на самом деле. Смотрите. Вот я сейчас у меня вот, ну, я буду считать, что это задание у меня готово, да? Я его могу направить вот прям в таком виде, как есть. Иду на свой рабочий стол. Вот этот мой колитус 3. Я беру Лиза и Пелоса Лиягамина. Об этом мы говорили на колитусе по эйсу, который был до этих семинаров. Он тоже на ютубе есть. Если кому-то он очень нужен, тогда дайте знать, я вам ссылочку скину. Видео, да, видео колитус есть на ютубе. Нажимаю, значит, отправить человеку, выбираю здесь и, например, хочу отправить с тестом или свободными заданиями. Вот такая возможность есть. Еще раз смотрите. Эти задания, которые сейчас у меня перетащены на мой рабочий стол, для них действует кнопочка справа, сверху Лиза и Пелоса Лиягамина. Нажимаю, могу выбрать с рабочего стола, то есть с центральной области, все, что я хочу перетащить. Выбираю галочками, дальше выбираю тестом или отдельными заданиями. Сейчас я не буду этого делать. Здесь есть очень важный момент — детальный поиск. Детальный поиск. С детальным поиском такая вещь, что в конце, в самом низу, есть ритменюшечка, где мы можем выбирать, что именно мы ищем. Авелик — это авелик, задание, которое для всех предназначено. Кули хелесу лунца линии, мы только знаем. Я, мы нахем, лазем митс висе. Мы лахем ситтера хиат айка. Ага, пока-пока. Так, значит, есть открытые задания, он ищет все подряд. Есть архивированные задания. Это мои архивированные, где у меня были ошибки. Я не хочу их использовать больше. Я вам сейчас покажу пример один такого задания. Дальше есть мои задания, которые я составляю. То есть я вот наляпала всего, но они у меня еще, по моему мнению, не готовы к использованию. Есть мои готовые, которые я уже отметила, что все, они хорошие, я с ними дальше работаю. И есть задания, которые сделаны и много, но они недоступны детям, они доступны только педагогам. Как я отмечу, что мои задания готовы. Вот иду внутрь своего задания. В Ильдангмет. И, секундочку, вот здесь внизу есть как раз выбор статусов. Составляется в Альмис архиверит. Архиверит тут, соответственно, вы выбираете тогда, когда вы не хотите его больше использовать. А Костомисель по умолчанию, то есть по умолчанию вы составляете задание и готово, когда уже готово. Вот что у меня сегодня с утра случилось. Я поторопилась и отправила задание Келе в виде самостоятельной работы. Это вот то, с чем мы начали работать. Вот, это то, что я и отправила. Одно задание было сделано и новое, это вот этот Сюби Свервит. Так, одну секундочку. Одну секундочку. Так, секундочку. Так, извините, у нас тут, как обычно, второе собрание началось параллельно. Я ей отправила четыре задания. Одно из них было и нововская, сама первая, и три, которые сделала я сама. И когда она эту самостоятельную работу прорешала, она обнаружила, что у меня ошибка в задании Юнистамина. Как раз это ошибка, про которую я вам говорила. В нашем варианте, мы сделали с вами новое на русском языке, там написано то же самое. Двойной щелчок в конце. Но на самом деле я дала ребенку возможность рисовать мышкой свободно, это в абакясе. И никакого двойного щелчка в конце делать было не нужно. То есть здесь у меня произошла ошибка. Что я иду? Я пошла по привычке в нашем конструкторе, который вот для тестов и для экзаменов. Мы можем изменить все в любой момент. А в вашем конструкторе такой возможности, к сожалению, нет. Но пока мы подумаем, так оставить, не оставить. То есть, видите, у меня нет кнопочки муда, я не могу исправить эту ошибку. Я вчера объясняла, почему. Потому что если ребенок уже прорешал, то если вы меняете задним числом, это очень плохо. У него потом случится самый когнитивный диссонанс между тем, что у него нарешено и какие ответы есть. Если вы абсолютно формулировку поменяете в задание, это будет плохо. То есть вот это задание уже никуда не годится. На самом деле у меня тут все задания, которые для колитуса, они черти как сделаны, поэтому они не годятся никуда. Я его архивирую. И больше он у меня просто так, это задание не появится. Как только я его отсюда выкину, выкинула, то в детальном поиске у меня не выпадет задание. Например, если я ищу Ильтепятус и что у нас там, Йонис, Тамена. Видите, он, извините. Политус 3 он видит, а вот то, что у меня было для Хелли, он его не видит. Но если я выберу Мину Архиверитту, то Йонис, Тамена, здесь появится. То есть он в свободном поиске, он не найдет мне эти задания, которые заархивированы. Вот, это удобно, тогда у меня не будет случайного шанса, случайного шанса это задание использовать. Но если я уверена, что я хочу выбрать вот это заархивированное задание использовать, я его могу перетащить. Видите, у меня выбрано Мину Архиверитту, я его перетащила, вот оно Йонис там, но я здесь всегда вижу этот статус, что это задание, которое заархивировано. Так, секунду. Так, извините, я должна была запись второго собрания отключить. Так, еще какие-то вопросы есть? Сейчас этот момент был понятен. Да, спасибо. Тогда второй вопрос у меня же. А если задание удачное и хочется этим заданием поделиться с коллегой, с которой, например, работаешь в одной школе, как это сделать? Вот не сделать. Объясню. На самом деле, все ваши задания, они принадлежат вам, и чтобы не было такого же скандала, как у нас был с Еколи Кот, ими делиться так просто нельзя. Это раз. Первая причина, потому что авторские права лицензии, а вторая причина, потому что мы же не уверены, что вы делаете задания классически правильные, оцениваете то, что оно должно оценивать. У нас нет модераторов, у нас нет такой возможности проверять качество. Все задания, например, которые сделаны и новые, там качество все 100% правильное, там эксперты были при тестировании, все процедуры нужные. Вот. Но в случае вашем, соответственно, мы таким вещами заниматься не можем. И тогда что можно сделать? Вы можете сделать тест, сделать тест, и им можно было поделиться. Вот. Лиса и Пятая. Я сейчас не буду никого добавлять, чтобы если кукоду не светить, да? Но еще раз, смотрите, я иду на рабочий стол. Я, ну, например, я из этих же заданий могу делать тест. Сейчас не буду этого делать. Я просто кликаю на уже готовую там SSF какую-то, и в ТОКи Рельдус в самом начале я могу добавить коллегу. Для того, чтобы коллегу добавить, вам нужно знать его ИСИК-код или имя, фамилию. Все три вещи не нужно. Вот. По ИСИК-коду он вполне себе найдет через ракурский регистр вашего коллегу, и тогда коллега сможет использовать этот же тест, но не менять ваше задание. Спасибо. Понятно. Да. Так, еще. Настя, отвечали, да, где я могу найти свои работы, да? Еще раз. Где мои работы находятся? Да, только что отвечала. Еще раз показываю, смотрите. Рабочий стол, да, рабочий тейлаут. Идете в деталь оттенки. Ага. И здесь у вас есть внизу статуса. Мои заархивированные, мои, которые я составляю, мои готовые. Да, понятно. Это только задания, да, то есть если я сейчас все отсюда сотру, со своего рабочего стола, у меня ничего здесь нету, то я здесь смогу всегда найти все свои работы. Мои задания, которые я тут наделала в течение этих трех дней, вот они все тут, косты, миссель, а убираю льды, как тут сейчас предмет убрала, фильтр сняла весь. Вот это все, что я тут за эти три дня наделала. И поскольку статус я не меняла, они у меня никакие, не вальмис, то, соответственно, они у меня все здесь. Если тесты свои вы ищете, то тесты пока что, последние тесты вот справа, где лахендамисель, вот эти ягамисет. А еще свои тесты можно найти, тесты, тесте де лоэтелу и авалдамисетасе, это мину костату, то, что я составляла. Один такой важный момент в том, что мы сейчас работаем над системой папок для учителей, и буквально, я думаю, где-то в июне поменяется, интерфейс точно поменяется, у нас будет новый дизайн к сентябрю, слава богу, наконец-то. Вот, мы еще немножко делаем анализ вот этих наших, куда надо нажимать, потому что все сложно, все в разных местах находится. Мы все сведем на рабочий стол, то есть вы будете работать только в этом месте, и у вас будут здесь свои папочки. То есть вы не должны будете никуда дальше идти, а выбрали задание, сложили в папочку, и она у вас все время будет перед глазами. Вот, это изменение, я не знаю, я надеюсь, что, может быть, на следующей неделе мы его успеем сделать, может быть, попозже, зависит очень сильно, но оно уже описано. Если еще какие-то пожелания по юзабилити будут, говорите, мы открыты, у нас живая развивающаяся система, по крайней мере, хотя бы мы будем знать о том, что вам чего-то не хватает. Вот. Да, а возможность вводить математические формулы или только копированием? Нет, возможность абсолютно есть. Сейчас мы что-нибудь найдем, пойдем, задание, которое у меня уже есть. Ну, вот этот самый коллету стричь. Посмотрю, что мы вам сделали доступным. Скажите, возможность вводить математические формулы куда? В тело поста, в тело задания или чтобы дети вводили? В задания, да, например. Ага, ну вот я иду в Аллаус Текст, например, что с формулами, что вам нужно? Вот здесь есть индексы, здесь есть дроби, видите, да, здесь есть какие-то спецсимволы, еще у нас есть отдельный инструмент, и скоро кнопочка на панели появится, буквально там не сегодня, а завтра, да, которая позволяет вводить прямо математические символы. Я вам покажу, покажу из своего, немножко, это наша внутренняя часть системы, покажу немножко здесь, какое-нибудь сейчас свое задание найду, как это может выглядеть. Совсем все не то, совсем все не то. Сейчас возьму, какое-нибудь, что не жалко. Тут нет такого. Все жалко. Все жалко, да, все жалко. Там хорошее задание, просто уже готовое, которое сдавать надо будет. Так, вот здесь вот у меня всякой ерунды полно, это тестовая система зеленая, не обращайте внимания, что цвет не тот, функциональный, все одинаковые. Так, хорошо, пошли сюда. Есть у нас такая вообще больная, вот эта красная надпись, не пугайтесь, если она появилась, то письмо уходит сразу программисту, и программист чинит. Это значит, что-то пошло не так, потому что у меня вообще все сломалось. А, ну, потом будет доступно, потому что вот как раз у меня такое случилось, Татьяна опять спрашивает. Да, мы с вами это ваше задание посмотрим чуть-чуть. Ага, хорошо, я подожду. Потом все уйдут, не уходите, я тогда зайду и посмотрю, хорошо? Окей, хорошо. Так, вот я зашла в мое какое-то задание. У нас есть такая штука, которая называется, сейчас я посмотрю, а вот у вас тут Сагалюнга, да? Мы про него говорили, по-моему, на одном из прошлых, то ли вчера, то ли позавчера. Я должна первый раз сохранить, чтобы появились функциональные кнопки. Смотрите, у меня здесь вот такая есть вещь, как математический редактор. Это вы вводите ответы сюда, которые может давать ребенок. Вот с этой вещью посмотрите, если вы математик, посмотрите. То есть я здесь могу задать, что правильный ответ — это три четверти, да? Или это там какой-нибудь там квадратный корень из там, не знаю, чего-нибудь, да, из 16. Ну, от балды сейчас пишу. Вот, и тогда ребенок должен написать именно вот так вот, чтобы это правильно проверялось. Это со стороны матрицы оценивания. А теперь есть такая вещь, как редактор. Вот математического текста. Я отсюда уйду, не буду сохранять. Быстро-быстро, по верхам. Математический текст, редактор, вам, насколько я знаю, недоступен. Так, это для ребенка. Мы его не открывали. Не могу показать, сейчас не вижу быстро. В общем, суть в том, что, да, там можно вот этот математический все формулы и выражения, их вводить прямо в этом, просто в текстовый. Вот она, вот она нашла. Математический текст. Вот он. Видите? И здесь можно... Вот эти все формулы вы пишете. Например, я пишу какую-нибудь сейчас ерунду, напишу, конечно же, вот, какую-нибудь, так, это вообще что-то непонятное получается. Напишу, например, вот такую вещь, там, из девяти, да, не знаю. И сохраниваюсь. Смотрите, он тогда, он как в Word получается. Он вот эту формулу вам здесь покажет. Сейчас это отдельная ячейка, в которую вы текст можете вводить только здесь. Но мы ее как раз должны встроить вот-вот. Тоже, может быть, ерунду написала, но вот такие вещи можно делать. Должны ее встроить в любой текстовый редактор, который есть. То есть это и Валик, и Вастусог, и чего только нету. Вот. Да, такие вещи. Если что-то еще нужно добавить будет, тоже сделайте предложение, потому что мы открыты. Так, еще какие-то вопросы? Спасибо. Все, нет больше вопросов? Хорошо. Я тогда сейчас выключаю запись. Только найду, как так. Так. Продолжение следует...